Акции Tesla подешевели почти на 8,5% после сообщения о переносе презентации беспилотного такси. Заявление сделала издание Bloomberg со ссылкой на сотрудников компании Илона Маска. Презентацию ждали в августе, а теперь она запланирована на октябрь. К эфиру присоединяется моя коллега Жанна Хусаинова. Tesla задерживает выпуск этих такси. А что, в мире они уже где-то есть? Жанна, скажи, пожалуйста. Доброго трудяна. Да, на самом деле они есть. И первые были зарегистрированы в Сингапуре, а затем позже в Арабских Эмиратах. Как я уже сказала ранее, следом они появились в Объединенных Арабских Эмиратах в 2021 году. Ну а сейчас уже ряд стран могут похвастаться такой технологией на дорогах. Подробнее расскажу в обзоре. По улицам Китайского Уханя сейчас колесят больше 500 беспилотных такси. Сервис в тестовом режиме запустили еще два года назад. Этим стал заниматься местный техногигант Байду. А в мае 2024-го стало известно, что машины проехали без аварии уже в 100 миллионов километров. К концу года компания планирует довести их количество до тысячи. А еще через 6 лет сервис намерен начать работу в 100 городах КНР. Местные жители расскажут о своем опыте поездки на таких авто. Я чаще заказываю именно такое такси. Хотя это и беспилотный автомобиль, он обеспечивает более плавное вождение и комфорт. Я чувствую, что меня окружают технологии, поэтому этот опыт довольно приятный. Моя первая поездка длилась около 12 минут. Сначала я немного нервничала, но оказалось, что ездить на этом такси удобнее. Но местные таксисты не выдержали конкуренции и объявили забастовку. Они призывают власти ограничить использование беспилотных машин. По словам людей, меньше чем за полгода в городе закрылись 4 таксопарка из-за снижения доходов. Таксисты жалуются, что технологичные авто отбирают у них рабочие места. Тестировать беспилотные авто на дорогах общего пользования 19 компаниям разрешили в 16 городах Поднебесной. Но Китай не единственная страна, где можно вызвать такси без водителя. Среди них также Сингапур и США. В Америке даже разгорелись несколько споров о безопасности таких авто в связи с недавними инцидентами. Одно из них произошло в штате Аризона. Робот-такси компании Waymo проигнорировала красный сигнал светофора и выехала на встречную полосу. После указания полиции нарушитель остановился и даже приспустил окно. Но водителя внутри не оказалось. Вместо шофера представителям правоохранительных органов пришлось общаться с техподдержкой компанией по голосовой связи. Позже выяснилось, что беспилотный транспорт заблудился в незнакомом районе, а его алгоритм сбили временные дорожные знаки. Штраф компании и владельцу не выписали, но по законам штата полиция могла это сделать и потребовать выплату. А жители Сан-Франциско и вовсе ополчились на беспилотные такси. Одни считают их присутствие на улицах опасным для водителей, другие уверены, что они усугубляют пробки на улицах мегаполиса. Недовольные горожане объединились в группу под названием Safe Street Rebel и придумали способ обездвиживать беспилотники. Оказалось, что нужно лишь поставить на капот полосатый пластиковый конус, который обычно используют дорожные службы для обозначения препятствия или опасного участка. Это сбивает с толку работу системы вождения и автомобиль не может ехать дальше. Диана, на этом у меня все. Я надеюсь, что скоро на улицах Астаны обязательно появятся такие беспилотные автомобили. Спасибо, Жанна. Я напомню, что с нами наша рубрику «Контур мира» предоставила информацию Жанна Хусаинова. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok